Декабрьский вечер Поиск созвучий музыки и живописи. Сочетание музыки с каким визуальным рядом нашлось на нынешнем юбилейном фестивале? Ну вот как раз в этот раз, имея в виду, что он юбилейный, у нас не обозначено созвучие пластического материала и музыкального. Мы так делали всего два раза, когда нам исполнилось 15 лет, 25 лет. Мы даем свободную тему нашим музыкантам. И они приходят с тем, ну как с приношением, что ли, нашей программе, нашему проекту и основателю фестиваля Святославу Теофиловичу Ритеру. И играют то, что вот им больше всего хочется сыграть. Поэтому в этот раз у нас очень хорошая выставка. Она посвящена выходу в свет научного каталога рисунка французского, имея в виду, что это код Франции в этом году. Французский, который хранится в нашем собрании, это рисунки мастеров 19 и 20 века, и в том числе знаменитых таких художников, как Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Матис. Но ведь Ван Гог это не французский Пикассо. Вы знаете, в данном случае он входит у нас в этот раздел тоже. Вот, кстати, он у нас в каталогах обозначен и в голландском каталоге, и все-таки во французском, потому что очень много лет. А Шагал тогда интересно как? Как русский и французский? Вы знаете что? Ну, Шагал мы его позиционируем в основном как русского художника. Но в этой выставке, в этой экспозиции он тоже принимает участие в работе? Он тоже принимает участие. В коллекции Музея изобретательных искусств более двух тысяч листов французского рисунка. И я так понимаю, что они, видимо, собраны по разделам от более ранних работ к 20 веку. Вот по какому принципу было решено, потому что вышел этот каталог? Да, каталог вышел, и эта вот часть, посвященная 19 и 20 столетию, там около 500 рисунков. Ну вот забавно, насколько я знаю, русские коллекционеры, и Морозовы, и Щукин, и так далее, и так далее, не очень жаловали графику. Ну вот кроме басниных, о которых мы с вами говорили пару месяцев назад. В основном их интересовала живопись. Как появилась эта коллекция? В общем, очень и очень представительная. Ну, вы знаете, французское искусство этого времени собирало всё-таки не только Сергей Иванович Щукин, Иван Абрамович Морозов. Собирали и другие русские коллекционеры. И больше того, было довольно много даров. Вот, например, рисунки Леже – это в основном дары Надежды Петровны Леже, его супруги. Вот, рисунки Матисса – это не только, кстати, там есть и дары самого Матисса, но кроме того, это дары Лидии Николаевны Деликторской, русской женщины, его секретаря, его модели, которая провела с Матисом 22 года своей жизни. Вот, она подарила нам изумительные коллекции. И вот они тоже, кстати говоря, одно из главных украшений этой выставки. Конечно, я думаю, что нам стоит вспомнить о двух взаимосвязанных между собой датах. Это 30-летие организации, образования вот этих замечательных декабрьских вечеров и 95-летие Святослава Теофиловича Рихтера. Как у вас с Рихтером возникла идея сделать такой фестиваль музыка в музее? Ведь, насколько я знаю, у Рихтера был собственный фестиваль во Франции в то время, в Туре. В Туре, да. Но тот фестиваль, он проходил не в музее, это недалеко от Тура, такое строение, гранж оно называется. Это для хранения зерна, в общем. Кстати говоря, это постройка 13-го столетия в дереве. И вот там... Концертный зал. Да, бродя, так сказать, по окрестностям Тура, Рихтер наткнулся буквально вот на это помещение, на это здание. Ему в голову пришла мысль там организовать свой фестиваль. И он был организован гораздо раньше нашего. И как-то Святослав Теофилович по доброте своей пригласил меня в тур. Вот я побывала на этом фестивале, я была совершенно поражена его размахом. Это огромное помещение, и всё такая, ну, почва, это земля просто. Там нет ни паркетов, ни ковров, никаких специальных покрытий. Но эта почва пропитана музыкой. Пропитана музыкой, и там замечательная акустика. Но что интересно, там вот где-то наверху на стропилах гнездятся совы. И во время концерта, время от времени они ухают, так, ох, делают. И, вы знаете, это придает тоже как-то особый колорит. На меня это произвело всё очень большое впечатление. Вот я его спросила, собственно, Святослав Теофилович, а почему вы проводите это в туре, а не в Москве? И он так сдернул брови и говорит, а где там? Я говорю, ну, вот, например, в нашем музее. Он говорит, ну, а где там? Я говорю, ну, вот у нас есть такой белый зал, красивое помещение с колоннами, очень такое достойное. Может быть, там можно сделать? Вы знаете, этот разговор состоялся в конце июня 81-го года, прошлого столетия. Вот, и в этот же год, в декабре, мы уже открыли первые декабрьские вечера. Причём мы это сделали очень быстро, и, может быть, очень много времени потратили на то, чтобы придумать название. Я знаю, что вы предлагали дары волхвов. Я предлагала дары волхвов, потому что я считала этих, во-первых, волхонка, а во-вторых, вот те, кто к нам приходил играть музыку, особенно, вот, при жизни Святослава Теофиловича, как правило, они все играли у нас играть. Да-да-да, но это приношение было. Приношение было. Вот, ну, это были настоящие дары волхвов. Но это в советское время, и, наверное, в Министерстве культуры Советского Союза не поняли бы. Вот это сказал мне Святослав Теофилович. А, даже так? Да, он, когда я ему предложил, он так подумал, он сказал, очень красиво, только нас не поймут. И вот он предложил декабрьские вечера. Представьте, это название сначала у меня как-то царапало декабрьские изобразительных искусств. Вот все эти такие длинные слова. Ну, а теперь они греют сердце, они очень милы. И, вы знаете, они, видимо, так понравились вообще слушателям. Я помню, как, по-моему, из Тюмени, да, ко мне приехали мои коллеги, музейщики, говорят, Ирина Александровна, мы теперь тоже проводим декабрьские вечера, такой фестиваль музыкальный. Я говорю, а когда он у вас проходит? Они говорят, в апреле. Ну, они называют их для себя декабрьские вечера. Ну, вот эстакета художественного руководства декабрьскими вечерами, которые проходят все-таки в декабре в Москве, после Святослава Теофиловича Рихтера принял Юрий Башмет. Да. Это было 12 лет назад. И в своей книге «Вокзал мечты» Юрий Абрамович пишет следующее. «Декабрь стал моим любимым месяцем в году. Уже много лет я выстраиваю свою гастрольную жизнь так, чтобы декабрь проводить именно в столице». Вот с кем из старой дружины, а это выражение Святослава Теофиловича, с кем из старой дружины сыграет Юрий Башмет в юбилейных концертах? Ну, буквально, начиная с первых концертов, Башмет уже участвовал в нашем фестивале и практически не пропускал ни одного года. Надо вам сказать, что его кандидатура, если так можно сказать, была согласована с Ниной Львовной Дерляк. Я не могла бы подсметь назначить кого-то без согласия супруги Святослава Теофиловича. Она была полностью согласна, потому что Юрий Абрамович действительно входил в дружину Святослава Теофиловича. И вот в этом году состоится концерт. Вообще Башмет будет дважды играть на фестивале, и один из концертов – это будет концерт с его друзьями, единомышленниками и теми, кто начинал. Декабрьские вечера – это Виктор Третьяков, скрипач, Наталья Гутман, виолончель, и Василий Лобанов, фортепиано. Они все четверо участвовали в разных концертах, и в том числе вместе со Святославом Теофиловичем. Поэтому это где-то такой концерт памяти. А как вы думаете, что больше нуждается в так называемом, возьму это слово в кавычки, помощнике? Музыка в картинке, в высшем смысле этого слова, или картинка в звукоряде? – Я все-таки думаю, что музыка в картинке, на мой взгляд. Потому что, ну не знаю, вот я тоже ловлю себя иногда, хотя я этим специально не занимаюсь, на каком-то, ну извините, на звуковом ряде. То, во всяком случае, на какой-то мелодии, на каких-то аккордах, на каких-то вот таких музыкальных, на звуке вообще, когда я имею дело с пластическими искусствами, не только живописью специально, но и со скульптурой. Больше того, ведь вот не даром архитектуру называют застывшей музыкой, есть такое выражение. То есть сама форма, форма, будь она архитектурная, скульптурная, графическая или живописная, она как бы несет в себе какую-то мелодию, какую-то гармонию, какой-то вот такой, ну если не звукоря, то во всяком случае какое-то звучание, скажем так. Живопись, понимаете, невольно тогда возникает элемент вот этой иллюстрации, что ли, да, вот что я себе воображаю, да, но есть программная музыка, когда заведомо, да, нас музыкант, композитор подталкивает к какому-то образу, но это сложнее. Или наоборот, он был вдохновлен каким-то пластическим произведением. Просто музыка гораздо более абстрактна, и ее легче накладывать. А вот в вашем музее какое произведение искусства, живописное или скульптурное, или графическое, вы назвали бы самым музыкальным? Ну я должна сказать, вот если вы придете к нам в этом году, на декабрьские вечера, рисунки Матисса, это что-то невероятное. Все эти, будь то натюрморт, будь то женский портрет, будь то какой-то пейзажный мотив, это исполнено такой мелодией внутренней. Это удивительно музыкальные вещи. Для того, чтобы было абсолютно понятно, что из себя представляют декабрьские вечера для тех людей, которые никогда не были, посетитель попадает в музей на концерт, и при этом у него есть возможность увидеть рисунки, которые расположены... Происведения, да, художественные произведения. Ну вы знаете, у нас иногда были, ну иногда были более иллюстративные какие-то проекты, ну скажем, русские композиторы, русская музыка. И, ну русская живопись, связанная с темой музыки, а иногда мы рассчитывали на какой-то ассоциативный ряд. Вот, например, у нас была, это очень нравилось самому Святославу Теофиловичу, мы, скажем, играли камерную музыку Бетховена, его квартеты, другие сочинения, и показывали афорты Рембрандта, художники из разных, то есть мастера из разных стран, разных эпох, но что их объединяло, это мастера большой формы художественной, но работающие в камерном как бы жанре. И вы знаете, это очень интересно, вот как там Бетховен Мастер в симфонии, да, и вдруг афорты маленькие художники, как он себя видит в этом. И то же самое касалось, в общем, Рембрандта. Самое главное, что это нескончаемая вариация тем, и таким образом мы можем говорить... Или скажем наши знаменитые триша, так называл их Виктор, Шоберт Шуман и Шопен, да, но мы сделали выставку просто романтического искусства. Это очень звучало всё. А интерьер превратили в такой романсалон того времени, XIX века, когда нарядно одетые дамы сидели прямо на сцене. И таким образом эти тематические программы, они могут варьироваться в бесконечных сочетаниях и говорить о долгих-долгих годах жизни. Поэзия, у нас были вечера поэзии во время декабрьских вечеров по теме, соответственно, теме. Мы делали оперы, вы знаете, мы же первыми поставили две оперы Бритмена в нашем музее, Поворот винта и Альберт Феринг. Но в этом году очень скоро Владимир Васильев представит и хореографическую миниатюру. Да, он представит такой балладой, называется такой моноспектакль, можно сказать. Спасибо вам большое за эту замечательную выдумку, которую вы организовали с Рихтером, выдумку которой уже много-много лет. С юбилеем вас! Приходите. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» Ирина Санна Антонова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Мы с вами обязательно увидимся. Счастливо! Продолжение следует...